Друзья, здорово, с вами дядя Сережа, Дашенька Наварская у нас тут, мы собираем вещички, буквально через 10 минут уже мы отсюда сваливаем. Вот, мы оставляем нашу белоснежную чистую квартиру, все у нас тут четко, красота, вот наше барахло, вот смотрите, собственно, я в оллскульном этом, прикидем. Короче, мы едем в Санкт-Петербург, мы поедем туда на, я думаю, месяц-полтора-два, плюс-минус, там есть дела, там будет много дел, так что смотрите за роликами, будет интересно. Это Паша. Какой ты блогер, привет. Это Паша бизнес-блогер. Бизнес-блогер, да. Будущий. Павел, как автомобиль? Всегда так. Нормально? Ренжиор, но по-другому не бывает. Я знаешь, это... А где эти тумблер, тумблер? Нет, ну все, брат, 21 век, 18-й год. Нет, и вот это все электронщина? Да, конечно, все электронщина. Вообще, блин. А если этот аккумулятор сядет или чего-нибудь? Ну все, брат, так эвакуатор. А как скручивать пробег тут? Эвакуатор. Да, езжешь на его, ну смотри, Ренжи, у него есть такая функция бесплатная, входит в сервис, в случае там любой поломки, ты можешь вызвать эвакуатор, но ты можешь пойти дальше, ты можешь просто взять эвакуатор и ездить на нем, ну то есть ставишь машину на эвакуатор, у тебя нулевой пробег, машине 5 лет. Ну да. Ты же видел? Все в автосалонах так делают. Я видел, да. Такойшь в автосалон, стоит Ренжи, ему 5 лет, пробег 10 тысяч. Как он ездил? На эвакуаторе. На эвакуаторе. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы прибыли в Санкт-Петербург и мы разъезжаемся теперь с Дашей. Дашенька уезжает в Апсков. Чуть подальше на самом деле. В Апсков, а я еду. Да и дальше уже, чем Апсков. С Ланца, она едет туда дальше. С Субтитры из Борска, аж под Эстонию еду. Куда-то едет, короче, она. Вот, друзья, такие дела. Так что Дашуна я не буду видеть ни А4. Это плохо, там вообще-то было скучно. Все, маленький Дашун, я оставляю тебя во дворе здесь. Пока-пока, давай-давай. Давай. Давай-давай. Все. Все, друзья, меня ожидает дорога до станции метро обводный канал. Или как она называется, я уже забыл. Вот, оттуда я на маршруточке, на автобусе поеду в город Сланца, Ленинградская область. С маленьким Дашуном мы не будем видеться 4 дня. Уже больше года мы, получается, не разлучались больше, чем на полутора суток. Так что это огромное количество времени. 4 дня, представляете, из маленького Дашуна. Последний раз такой большой срок был, когда я ездил на Эльбрус в июне прошлого года. Так, очень жаль, что вот эта станция не построена. Так бы я помню, а вот придется мне делать вот так. Ну что, друзья, часов получается 12 пути, и я в Сланцах. Сейчас уже 10 часов, посмотрите, в белой ночи, не то, что в Сочи. Это прикольно, конечно. Летом классно, хотя здесь даже достаточно прохладно, градусов, не знаю, 17, что ли. Мало чем меняется, Сланцы городок раньше был, здесь добывали сланец. Здесь было много шахтеров, много шахт, и сейчас здесь нихрена нет. А вот так же здесь были всякие заводы, полимер, которые делали обувь, на которых писали сланцы. Все думали, что сланцы, это такие тапки. Вот, а это мой райончик, в котором я жил. Короче, печаль. Ну сейчас здесь, сейчас все зелененькое, небо голубое. Все достаточно красиво получается. И вот мой дом. О, дерево подстригли. Клумбу так и не перевернули. Эту, эту клумбу я помню, мы как-то перевернули на отвальную. Все, так и стоит. О, какие люди, как мы рады, как мы рады. Маман, привет. Привет. Здравия вам. Что, на вас так было много криков? Привет. Привет. Женя, у нас дури. Маман, а может, кто я доволен? Без кровотой? Жень, привет. Ничего себе, какая-то большая стала уже. Она, как ваша Даша, 58 килограмм. Ничего себе, растет как на... Это растет. Это Тор. Дядя Сереж. Не тост, это просто стежок, который я сама придумываю за день. Дня на четыре к нам дядя приедет. Сколько же радости, прямо из ушей. Лезет и лезет и лезет и лезет. Все без конца, словно радость детей. Добр, устал, он прям чисто наш дядя. Мясо поест и завалится спать. Дрыгнуть он будет с веселой улыбкой. Возле кровати сидеть будет мать. Мама же будет сидеть и улыбаться. Все вспоминаю его баловство. Хоть и здоровый, но все же проказник. То кумбу своротит, то кофту порвет. Серенчик, бродишка, дядя, любимый. Держит он много имен на себе. И остается таким же красивым, милым и добрым качком на земле. Папуля, папуля, все у тебя тут хорошо. Бабуля, дедуля, Миронова, Миронова и отца. Ну а что, все у них хорошо, спокойно. Все отлично, короче. Да, Женька? Красота. Вот она, классическое русское поле. Русское поле. Русское поле. Вот она, Россия. Вот так вот она выглядит у нас. Бескрайние просторы, леса, поля. Красота. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...